Всем привет, друзья! Сегодня мы наконец-то в буфе, все дороги ведут в буф, на соревнованиях... Заткни! Че ты смеешься? Вынесите этого мальчика на секунду! Привет, мир! Сегодня мы наконец-то на соревнованиях в буфе, называются они очень сложно. Итак, внимание! Open Swing Spring Championship, а если по-русски, то открытый свинговый весенний чемпионат. Ну что, заглянем на этот чемпионшип, посмотрим, чем тут поживиться. Субтитры создавал DimaTorzok Каково это и организовывать фестиваль, и участвовать в нем? Тоже ответ. Короче, нам всем очень нравятся твои синие ботинки. Расскажи, пожалуйста, где ты их взял? Некий есть популярный магазин в интернете в Китае за 1200 рублей. А ваша танцевальная обувь какой фирмы? Это балансяга. Привет! Отличное приветствие! Где взяла такие красивые туфли? Туфли с херанга! Херанг от любой! А, можете перевести нам деньги на карту с рекламы лагеря? Смотришь на судей, когда танцуешь? Да, только они смотрят в интернете в планшеты. Каждый, кто подумает, что судьи ничего не видят, глубоко ошибается. Поговаривают, что вы написали какую-то программу, которая модернизировала судейство по буги-вуге. Вранье ли это или правда? Это правда. Сегодня в 5 утра где-то я закончил и все получилось. Теперь буги-вуги, судейство будет планшетами модное. Все так. Этот софт помог не только быстро посчитать финалы, но и уложиться по таймингу. Мы, кажется, сделали два хот-фикса за это время и ничего не упало. А можно ли вот там вот хот-фикс, бла-бла-бла, можно ли по-простому сказать, что вы фиксик? Да, конечно. А кто такие фиксики? А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Роман, почему вы душите Глеба? Он заслужил. Еще так никто никогда хорошо не фиксил проблемы на фесте, как делал это Глеб сегодня. И Дима, и вот команды их вообще они крутые. Хорошо, а каково это организовать фест и выиграть мейн-класс одновременно? Друзья, невероятно. Впервые в истории буги-вуги у нас выступает Воронеж. Я не ошибаюсь? Первый раз? Да, мы первый раз приехали. А вы тренер? Да. Сказала, надо ехать. Это невероятный опыт. Поэтому я не смог ей отказать. В смешанной баре мастер спорта по акробатике. Вот это да, ребята. Держитесь, мейн-класс. Вам скоро. Не поздоровайтесь. Привет, Оль. Привет. Скажи, каково это танцевать с Николаем Фетруком? Очень классно. Всем советую. Это моя ученица. Ей 12 лет. Ее зовут Ольга. Это очень перспективная партнерша. И я сейчас обращаюсь ко всем партнерам, которым 12 лет. Ребята, надо брать девочку и тренироваться и выступать скорее. Чего ждать еще от вашей пары? Вы планируете гастрольную деятельность? Наверное. У нас турне по миру. Турне, которое начинается в сентябре в Крыму? Да. В фестиваль Куфест, друзья. Вот Оля едет и вы присоединяетесь. Надя, привет. Привет. В каких категориях ты сегодня соревновалась? Я соревновалась в трио-контесте. Да, каково это? Вообще, что тебя побудило начать танцевать в трио? Всегда хотела попробовать это втроем. Так. Ну, тебе больше нравится, когда два мальчика и девочка, или когда две девочки и мальчик? Когда три мальчика. Я даже знаю, за кого ты болеешь тогда. Николас Бразерс, фейворит. Расскажи, пожалуйста, Кирилл, как участник Николас Бразерс. А вот когда вы упали замертво на пол, это было задумано? Конечно. Мы репетировали это, каждую репетицию. Моя спина отличная. А как вы называетесь, Ксюша, давай, для ясности? Пиво и сидр. Во время выступления будете пить пиво плюс сидр? Танцевать. Потанцевать. Потанцевать. Пиво, сидр, все понятно. А при чем тут лосины? Объясните. Пацана не скрыть за широкими штанинами. Что ты думаешь про этот номер в лосинах? Я думаю, а за еб***ь. А без мата это сейчас незаконно материться. Давай еще раз. Весьма неплохо. Кричим за команду фаворит-императрицы. Кто любимый фаворит? Нет любимых фаворитов, они оба. Откуда ребята? Из Питера. Откуда ребята? Из Питера. А я из Москвы. А Даша из Москвы. Почему я не нашла фаворитов в Москве? Потому что фавориты живут в Питере. Может фавориты нашли Дашу. Сколько мы готовились? Четыре дня, примерно по 4-5 часов. На Макдональдс. Что повидал на своем веку бодуар императрица? Опять сырчики. И там шальная императрица. В объятьях юных кавалеров забывает обо всем. Скажите, пожалуйста, в каких категориях вы сегодня участвовали? Не помню. А какая больше всего понравилась? Трио-контест. Почему? Потому что мы не выиграем. Нет, на самом деле подготовка к Трио-контесту это было очень круто и весело. И я хочу поблагодарить организаторов, особенно Катю Громову, за эту идею. И это всем понравилось. Все кайфовали от этого. И участники, и зрители. Расскажите, пожалуйста, идея Трио-контеста. Как она пришла вам в голову? Я просто пораздила просторы Ютуба и увидела совойкап в Трио-челлендж. Мне показалось это суперкруто. И я подумала, почему бы нет. Что дальше? Эсикстет, квартет. Что у вас в планах? Даже не знаю. Я подумаю. Потом вам расскажу в следующих выпусках. Любовь, любовь. Это случайно, что вас зовут любовь и на кубке сердечко? Нет. Все куплено. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам соревнования? Есть на что посмотреть, есть чему позавидовать, есть за кого порадоваться. Как вам шоу-кейсы? Ой, это было что-то с чем-то. У меня нет слов. Я могу сказать, но только матом, извините. Мат запрещен с 1 февраля. Я знаю, поэтому я не употребляю. Короче, восхитительно было. И в восхитительных штанах, да. Здравствуйте, победитель шоу-кейса. Здравствуйте, здравствуйте. Дайте нам, пожалуйста, пару советов. Мы тоже очень хотим выиграть шоу-кейс, но никак не получается. Что нужно для этого? Мыслите композиционно, создавайте контрасты и делайте номер неразрывным. Он должен быть соткан без каких-то явных склеек. Одно должно перетекать в другое. Создавайте интересную композицию, вступление, кульминация, концовка. Какие они? Сделайте правильный выбор. Маш, добавите трюков немножко в ваш шоу-кейс? Нет. По-моему, и так все прекрасно. Это правда. А у меня вопрос можно сразу? Да, конечно. А вы убавите немножко трюков? Мне очень понравился ваш шоу-кейс, искренне. Но надо убавить трюков. Я в восторге. Встречный вопрос, просто от Маши к Маши. Да. Мы хотели... Маташа, Маша, ответ. Мы хотели вообще без трюков, но в последний момент Николай сказал, нет, мы будем делать два трюка. А для чего тебе танец? Для чего ты танцуешь? Я танцую, чтобы выразить себя. Я танцую, потому что я так живу. И танец это часть моей жизни. Соответственно, просто мой способ разговаривать с миром. А ты для чего танцуешь, Дань? Мне кажется, что я тоже. Мне нравится выражать себя, чувствовать себя частью какой-то культуры. И знаете, мне кажется, это не столько про то, чтобы найти, про то, чтобы из себя что-то придумать и показать это другим людям, сколько чтобы найти что-то внутри, какой-то огонек, который вам нравится в танце, который мне нравится в танце, что-то за что вы любите. И вот на нем разжечь большой костер технически. Привет! Здравствуйте. Как тебя зовут? Саша. Саша, ты знаешь, у нас такой вопрос, мы просто все изнемогаем. Расскажи нам про свои татуировки. Я сделаю их спонтанно, в них нет никакого смысла. Заранее предупреждаю вопросы, которые могут возникнуть, обозначают ли что-нибудь киты и орел. Нет, ничего, это просто красивые животные. Понятно. А у Ромы есть татуировки? Да, у Ромы есть, на самом деле, тематическая татуировка буги-буги. На каком месте? На руке. Ну, слава богу. Это ты? Вот я. Вот я. До смены пола. Вот я после смены пола. Смотрите, вот эта татуировка означает... Дима. А кто такой Дима? История умалчивает. История умалчивает. Дима Мельников? В том числе. Следующую я не покажу, потому что трезв. Жопая Романа Андреева, друзья, только у нас, только в нашем эфире. А Дмитрий, короче, говорят... Первый вопрос. У Романа Андреева есть татуировка на неприличном месте с надписью Дима. Это в честь вас. Из информации у Романа Тухтаева есть татуировка. Я только что видела эту татуировку. И все видели. И Тухтаева тоже есть. И Тухтаева тоже есть. Ну, я популярен в узких кругах. В овалах. В овалах. Товарищ организатор, почему вы организовываете турниры? Во имя развития танцев наших. А вы? По такой же причине. Развиваем буги-буги в России. И вообще все другие свинговые танцы. А есть ли у вас данные? Сколько городов приняли участие сегодня в фестивале? 769. А у вас? 832. 598. Просто говорим рандамные цифры. Продолжение следует...